всем привет сегодня попробуем вкратце посмотреть на что такое std forward как-то видео уже было с мувом r-value ссылки тому что такое мувы все такое но сегодня стд forward то есть эта тема на самом деле не такая уж и простая поэтому сегодня так вкратце глянем потому что более ну не знаю как то рассказать преимущества или технические моменты ли нюансы на данный момент я не могу я вплотную с форвардом не работал и соответственно есть какие-то недопонимания ну эти недопонимания не только у меня то есть целом вроде все просто но все просто пока не доходишь до дела и потом думаешь зачем этот форвард надо если если есть что короче мы знаем знаем вы знаете что только мув с этому и r-value ссылки но сегодня штука forward то есть и стд мув и стд forward они на самом деле ничего не делают мув ничего не перемещает а форвард ничего не передает то есть forward как бы страус труб ян страус труба вред используйте то есть мув если вы хотите переместить объект forward если вы хотите напрямую передать напрямую передать это обычно ну то есть подразумевается что вы работаете с шаблонами шаблонами функциями функциями и вы хотите пробрасывать какой-то объект но в другие функции то есть прямая передача то есть какая-то функция вызывает другую функцию а то вызывает еще какую-то функцию им нужно напрямую передавать конечному потребителю или пользователю и там еще есть примеры шаблонов с шаблонами у которых переменное число параметров но здесь их и не приводил я здесь по простенькому чтобы было проще понятно так вот sd му перемещение std forward на самом деле ничего не делает они просто ну как бы они во время выполнения вообще ничего не делают они не генерируют выводимый код они являются функциями которые на выполняют приведение std move вы выполняет безусловное приведение своего аргумента к r-value а std forward выполняет приведение только при соблюдении определенных условий теперь смотрите давайте посмотрим на этот пример данном случае у меня функция которая принимает ссылку на объект типа int и такая же функция перегруженная которая принимает r-value ссылку но это так чтобы вспомнить и в этом случае у нас есть готовый объект соответственно это l-value переменная а это временный объект соответственно r-value переменная теперь давайте посмотрим пример 2 и давайте давайте да я его сейчас запущу наверное но в любом случае это все будет в репозитории лежать итак пример 2 вот у меня есть функция 1 и функция 2 все те же функции и для того чтобы работать с такими функциями то есть когда у вас есть перегруженные функции которые принимают ссылки или r-value ссылки то проще но в данном случае если использовать форвард то лучше всего написать вот такой в раппер шаблон в котором мы принимаем вот r-value ссылки ссылку да но теперь смотрите есть я буду вызывать в этом в раппере вот эту функцию просто так вот функ а вель то чтобы сюда не произошло всегда будет это у нас l-value значение то есть всегда будет вызываться вот это вот функция даже если на самом деле я передал сюда r-value то есть вот временный объект всегда будет вызываться вот эта функция если же мы используем std forward то есть мы делаем прямую передачу и std forward выполняет приведение если это приведение там получилось не получилось но там у форварда тоже есть перегрузки но если вот это является l-value то будет вызвана соответствующая функция если r-value это есть то будет вызвана другая функция для которая соответствует для r-value то есть в этом как бы такая суть прямой передачи возможно при плотном программировании при написании кода с использованием шаблонов 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 и и и и т.д. и т.п. то есть такой ну если использовать такой уровень программирования то вот там может быть std forward очень даже и нужен и полезен пока не знаю потому что эта тема довольно таки сложна в изучении вот эти r-value ссылки их еще называют универсальными ссылками короче по-разному называют но давайте выполним выполнил выполнил пример 2 вот и запустим и так чё у нас там на терминале ничего выполняем функцию так вызываем первую функцию ну и соответственно чем это видим мы вы увидим что была вызвана перегрузка для r-value то есть вот вот это вот функция идем дальше и вызываем вот такую же функцию только туда передаем std forward прямая передача и что мы видим мы видим что все равно было вызвано r-value ну потому что в этом случае как ни крутись но это не r-value это l-value то есть это объект у которого есть адрес теперь посмотрим на случай когда у нас временный объект то есть тот у которого по факту адреса нету то есть тот который является временным или r-value давайте зайдем теперь смотрите давайте откроем терминал вот это результат работы предыдущий вариант с объектом у которого есть адрес сейчас объект у которого адреса нет так выполняем функцию чё вывелась вывелась l-value выполняем вторую в которой мы которая в которой мы используем std forward то есть прямую передачу и что мы видим вызвалась перегрузка для правильной перемены вот для r-value соответственно в этом случае всегда чтобы мы не передали всегда будет l-value в этом же случае когда мы используем std forward то есть прямую передачу у нас r-value есть это действительно r-value иначе l-value ну как там вот так ну и третий пример я не знаю я его покажу конечно же но то есть если я где-то на реальных примерах либо сам столкнусь либо увижу действительно вот такой пример что вот сказал и сразу все понятно или показал и сразу стало все понятно по поводу std forward то конечно же я сделаю поэтому отдельное видео теперь смотрите под третий пример в третьем примере точно так же две перегрузки для стандартных классов для стандартного класса строки и одна перегрузка l-value вторая r-value и здесь если l-value объект вот этот копируется во временный и выводится результат здесь же если это r-value то я делаю перемещение объекта то есть по факту вот здесь данные переместятся вот сюда а вот здесь останется пусто то есть будет пусто и и у меня есть два в раппера пример смотрите теперь смазь теперь давайте вот это вот здесь . останова и вот и вот здесь и так вызывается сначала в раппер 2 мне давайте в раппер 2 я не вызову сначала в раппер 1 так вызывается какая функция вызывается давайте сюда точку поставить сюда то есть якобы здесь у нас якобы здесь у нас так вот я вызываю еще std move то есть я вызываю в раппер с функция std move а вы перемести перемести вот эту строку дальше так вот смотрим этот в раппер то есть стд форвард еще как конечно же хорошо работает в связке с стд move и вы смотрите что в этом случае вызовет следуя вот этому правилу да у нас будет всегда вызываться вот эта функция то есть не вот эта перегрузка а перегрузка для l-value ну сейчас посмотрим так и есть то есть на самом деле мы пытаемся переместить объект у стандартного класса стандартной библиотеки есть все перегрузки для l-value и r-value но сюда у нас приходит вызывается перегрузка для l-value и собственно говоря собственно говоря собственно говоря и все объект перемещен не был теперь же когда я вызываю в раппер и и вызываю ту же функцию в раппер обертка но уже используя стд форвард то если есть возможность перевести это к r-value то это будет r-value а здесь возможность есть так как этот объект стр он типа string а для стандартных классов стандартной библиотеки есть все перегрузки для l-value и r-value то есть для ваших собственных типов их может не быть но для всех стандартных они есть поэтому поэтому вызывается перегрузка это и здесь произойдет перемещение объекта вот произошло перемещение мы сейчас это не увидим они увидели вот строка пустая но давайте я давайте я вот теперь раз комментирую пример 2 ну вот в раппер 2 сначала сейчас эту точки по убираю по убираю и запущу еще раз и так смотрим на нашу строку вот смотрите сюда вот стр теперь и когда я выполню этот код как мы видим строка пустая то есть вызвалась то есть правильная функция данном случае стд форвард был стд мув привел к р-вэлью у него получилось это успешно дальше после этого вызвалась правильная перегрузка и в этой правильной перегрузке объект был перемещен а не скопирован ну вот где-то все больше как бы мне пока на данный момент сказать не о чем то есть как бы давайте подытожим да стд форвард выполняет приведение только при определенных условиях то есть стд форвард является приведением типа то есть условным приведением и что следует помнить то есть стд форвард приводит свой аргумент к р-вэлью только тогда когда этот аргумент действительно связан с р-вэлью ни стд мув ни стд форвард не выполняют никаких действий и времени выполнения это на этапе компиляции вы проверяется вот эти всякие приведение приведение на типы соответствия и дальше вызывается поставляются нужные функции при компиляции либо 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 такая функция с такой перед такая перегрузка либо такая и так далее ну наверное все поэтому если чуть-чуть прояснилось для вас это хорошо если ничего не прояснилось прошу прощением попытался но как я сказал тема достаточно сложная и нужно вплотную работать на уровне шаблона программирование с использованием только там к примеру шаблонов и возможно там возможно кто-то с этим работал то напишите в комментарии что это такое если получится вкратце но преимущество стда форварда было бы очень хорошо поэтому всем спасибо за внимание подписываемся делимся оставим лайки комментируем и все такое всем пока